Деревня Сипанькова известна с 17 века и расположена она в живописных местах на берегу Пиаловского водохранилища. Экологическая чистота здесь в особой цене. Воздух от хвойных лесов и речных берегов свободен от химических выбросов. Но есть и другие виды загрязнений, решили жители, когда ощутили на себе воздействие этой металлической установки. Вечерами и ночью особенно шум стоит очень сильный. Нас просто вот водят из стороны в сторону и нужно какое-то определенное время, что как бы прийти в себя. А голова-то гудит вместе с этой башней, которая тоже гудит. Были привлечены эксперты. Вывод их однозначен. Сооружение расположено на расстоянии менее чем 50 метров от жилых домовладений. С учетом того, что сооружение не соответствует пожарным нормам, не соответствует федеральному законодательству, в частности техническим регламентам о безопасности зданий и сооружений, о пожарной безопасности. Данный объект угрожает жизни и здоровью граждан, нарушает права и законы интереса третьих лес и подлежит немедленному демонтажу. Но главное внимание именно воздействию на людей многочисленного оборудования на мачте. Летом, когда жарко, такой шум стоит. Когда вот на таком расстоянии от жилых домов она стоит, ну как в огород человеку воткнули вышку. Причем люди в деревне в основном-то грамотные и понимают, какие могут быть последствия. Как житель деревни, я скажу, что, конечно, это неправильно было сделано, что так вот поставлено. Можно было место другое найти. Оно расположилось на таком узком пятачке, где и две машины-то не могут разъехаться. Вышка сотовой связи. Чудо 21 века. Но вот здесь она не на месте и построена со многими нарушениями. Теперь она будет снесена. Хотя добраться к ней очень непросто. Вместить ее в такой маленький уголок у самого забора вблизи нескольких домов надо еще обладать большим умением, чего не отнять у специалистов компании «Альянс Плюс». Но когда они получили судебные решения и предписание убрать громоздкое сооружение, не стали спешить с законным решением и до последнего старались помешать его исполнению. Срок для добровольного сноса истек еще в октябре 2023 года. Теперь эту проблему приходится решать специалистам администрации. Как демонтировать эту небезопасную мачту, да так, чтобы не нанести ущерб ни одному метру ее окружения, задача непростая, но выполнимая. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый, Мытищинский.